Сегодня в неделе глава, которую мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Лехлеха. Парашат Лехлеха начинается уже история о рассказать начало еврейства. В репетни начало еврейского народа, потому что как еврейский народ мы были созданы при выходе из Египта. Но начало всего этого корень всего берет, как мы знаем все, нашего прадца Авраама Вину. В этой неделе главе мы встречаем очень много фундаментальных и сильных тем для нашей жизни, которые нужно очень сильно фундаментально изучать, каждый из этих тем. Но это одна тема, которую мне моя мама, дай богу и здоровья, попросила, чтобы я делал какой-то шур об этом. И с Божьей помощью постараемся делать максимально, сколько наши руки именно отойдет, чтобы мы делали об этой теме, которая связана тоже с Парашат Лехлеха и вообще связана с еврейским народом и сотворение этого мира. И вообще есть очень сильно интересная линия, которая проходит насквозь всего, начиная от творения этого мира до сотворения еврейского народа. Эта линия, которую я имею ввиду, где наши мудрецы в разных местах, в Митрешим, они описывают разные моменты, которые были переданы от Адама Решуна, разные вещи, которые были переданы. И эти вещи, они, их было особенным назначением, всех этих вещей. И эти вещи были переданы нашим братцам. И до такого момента, то, что уже после того, как мы получили Тору, эти вещи творец опять-таки возобновил к еврейскому народу, опять-таки об эти вещи рассказал. И в этом мы можем найти чрезмерно большой, именно хизук, можно сказать, для нашей веры. И, может быть, один из сильных вопросов, которые меня всегда мучило, именно в том, что наши мудрецы описывают, как Авраама Вину на самом деле узнал от Творца. Узнал от Творца. Он думал и он понял, что в действительности в этом мире есть разные силы, но всех этих сил соединяет один единственный Творец. Один единственный Творец. Вопрос, который у меня всегда возникал, а именно в том, что где же есть связь, да? Тора нам рассказывает об этом великом человеке, Авраама Вину. Мы знаем, что это наш протец. И какой-то связь, если вообще какой-то связь от этой Маришина, получается, был первый человек, это мы знаем от нашей Торы, да? Но вдруг проходит около 1948 лет, да, после творения мира, был рожден наш протец Авраама Вину. И какой-то, да, были великие праведники, ноах и так далее. Но как-то, казалось бы, там, в Торе, если мы смотрим, не совсем как бы видно, что есть ли вообще какой-то связь во всем этом. И этот вопрос меня всегда, на самом деле, мучал. Как бы, да, Бевадай, мы ими знаем, мы ими верим в то, что в Торе написано, и мы ими знаем, что это в действительности был так. И это без никаких вопросов. Но от той вещи, в которой все это началось, да, это не началось все от Авраама Вину. Были люди до этого, да? Как будто, казалось бы, какой-то там перегородка. Кажется то, что вот начинается еще с новой книга, Лех-Леха, ну, чуть-чуть мы упомянули, в прошлой неделе глава Парашат Ноах, рождается Авраама Вину, и как будто новая абсурдная реальность. Новая абсурдная реальность. А до этого же должно было быть какой-то связь, что-то. Или, может быть, вообще ничего нет. И вот то, что я сказал, как бы, вначале, то, что в действительности мы находим разных, это все вообще разбросано в наших мудрецах, эта тема. Но на самом деле мы сегодня найдем очень-очень глубокий мановеющий и очень большую основу для еврейской мановеры, понять особенность, на самом деле, еврейского народа, понять, на самом деле, с чем вообще имеем вообще дело, этот великий именно народ, и поймем, какой связь был от Авраама Вину, от Амаришона, извините, от первого человека и до именно следующего поколения. Адама Вишон, первый человек, когда он согрешил. Как мы знаем, ему было заповедано, один интересный заповедь, то, что ему нельзя было кушать от этого дерева. Мы уже видим в Торе, как через меня сильно были наказаны Адам, сам человек, его жена Хава и змей. Змея, который был наказан до сегодняшнего дня, все эти наказания носим мы все. Мы все носим все эти как бы наказания. А поискутся в наших мудрецах, то, что в этом проклятии спустилось в этом мире 39 разных проклятий. 10 получил человек, мужчина, 10 получила женщина, 10 получила змея, и 9 получила земля. Это тоже связано с 39 разных именно работ, которые у нас есть в Шаббат. Теперь, когда произошел на самом деле этот грех, и в этом мире спустился смерть, в этом мире спустился страдание, то, что мужчина должен был бы работать очень сильно, роды у женщин очень сильно утруждились, и месячные все эти, все эти вещи, которые, в принципе, происходят у мужчин, у женщин, все эти страдания, все эти проклятия, мы все знаем, мы все это прочитаем, очевидно, как бы написано именно в Торе. Но, значит, каббалисты описывают то, что это не было просто всего лишь, конечно же, все эти вещи на практически, в реальности, то, что мы видим это в реальности до сегодняшнего дня. Но на самом деле, в духовном смысле произошло невероятный большой ущерб, невероятно большой, скажем так, бильбур, произошло невероятно большой смесь духовных сил, который повлиял, конечно же, в конечном итоге человека, и не только человека, всех абсолютно, все абсолютно творения, которые произошло в этом мире. Рафхами Валожин в своей книге Нафиша Хайм описывает то, что после того, как Адамарича покушал этот фрукт, который ему нельзя было кушать, зашел в человеке зло, и его первое, именно желание, это есть в принципе делать сейчас зло, до этого был человек, до греха у него был зло, это как, можно сказать, как огонь, который, как у человека, да, он может прийти, пойти туда, но у него нету, как бы, желания пойти туда, да. Сегодняшний день, сегодня после греха, этот зло, как бы, лежит уже в нас, наше первое желание делать именно не то. Это все приходит от того, именно то, что Адамарич, он именно покушал, именно вот этот фрукт. Теперь. Или только то, что в человека это произошло, все абсолютно духовные миры, которые творец именно создал в этом мире, ангелы и так далее, и все, что шелут, всех абсолютно духовных миров, которые у нас есть в этом мире, все, о чем, как бы, вся каббала, о чем он абсолютно говорит, везде абсолютно смешался зло во всех этих духовных смесах, мирах, миров. И что такое духовный мир, дорогие друзья? В этом мире все то, что происходит, это всего лишь, скажем так, отражение тех духовных вещей, которые происходят в духовных миров, и сегодня, да, это, как бы, в материальном мире, они проявляются тем или иным образом. То благословление, когда мы ожидаем, Аташема и так далее, мы хотим, как бы, каббалисты, которые, как бы, знают всех этих духовных смыслов, они видят, они знают, как, именно, наши, скажем так, каналы, чтобы были очищены, чтобы эти благословления именно спускались. Когда каналы, очищены духовные каналы, тогда в этом мире тоже спускается благословление. Или, как бы, разные вещи, чтобы не было, да, и в негативном смысле, это потому, что что-то именно загрязнено наверху. Это мы сказали, в общем, это очень глубокая, это большая вещь, потому что мы знали, то, что этот грех привез в человечество невероятно большим, и на разрушение. Теперь, что мы поняли, о каком великом разрушении идет речь, дорогие друзья? Мы должны понять, то, что это разрушение, которое Адама решено, привез в этом мире. Мы сейчас скажем, большой, большой, есть сот, большая основа нашей веры. И большое, что мы знали, что мы вообще делаем в этом мире. Нужно было исправить этот грех. Грех Адама решена, грех первого человека, оно не просто, вот так, ты плохо себя вел, вот тебе сегодня не получишь конфетку, нет. Это действие Адама решена, в буквальном смысле, нарушил миры, нарушил, испортил этот мир, испортил все. И если скажем, то, что бы было без греха. Адама решена, он бы зашел в Ганедане, он был бы Моши Рабейном, он был бы Мошиахом, он бы рождал, и рожал бы потом, таких же, ну, как бы, схавы, они же рожали, потом же, таких же великих людей, таких, как они. И все, мир был бы, то есть состояние, которое мы, сегодняшний день, ждем уже прихода Мошиаха. Он был бы Мошиах, он был бы все абсолютно. Теперь, поскольку в духовных, духовных, как бы, мирах, и в этом материальном мире все абсолютно перемешался. Настолько перемешался, то, что Нафишахайм, Рафхайм Баложин, ученик Белинского, Гаун, описывает, то, что человек может в своей жизни делать один, один единственный, дело, которое полностью будет во имя Творца. Любой вещь, которую мы делаем, всегда есть маленькая смесь какого-то зла. Всегда, всегда что-то, эпиз, что-то подпихивает, даже если мы хотим чрезмерно, сильно, хорошо делать, всегда есть это зло, именно живет в нас. Это мы, это часть нашего всего, это мы, это, ими это есть. Теперь, чтобы исправить эту вещь, нужно было исправить, на самом деле, это то загрязнение, то именно разрушение, которое Адамаришам привез в этом мире. Для этого дана было Адамаришаму и всем его поколениям, которые приделали после него, время, чтобы исправить. Для этого Творец решил, что если определенное время, до какого-то момента эта вещь, этот грех тоже мог бы исправлен быть. А что это значит? привести человека, привести человечество до такого момента, как Адамаришам до греха. Но для того, чтобы привести до этого момента, нужно очиститься. Нужно очиститься, нужно в химчистку поставить. Одежду ты не можешь, который загрязнился, опять одевать. Нужно его помыть. Если грязь очень маленький, ты поставишь на 30 градусов. Если у тебя грязь намного больше, посажешь на 40 градусов. А если грязь очень сильно сильный, тогда его 90 градусов нужно и халивай, чтобы это помогло, может быть, даже после этого стоять за какое-то пятна. Чем сильнее грязь, чем сильнее нужно его очистить. Чем сильнее был этот грязь, который Адамаришам привез в этом мире, чем сильнее тоже его исправление. Потому что цель в конце, конечно, в итоге Творца в этом мире это чтобы привести человечество к реальности, которую мы ожидаем после прихода Машеха. Чтобы человечество, еврейский народ наслаждался от духовности, чтобы мы наслаждались от зевших на то, что мы наслаждались, а то именно вещи, которые мы ждем после прихода Машеха, не было никаких войн, не было никаких вещей, не было никаких болезней, чтобы еврейский народ жил именно реальностью, связанной сам собой, со своими душами. И все эти иллюзии, все эти царара, чтобы абсолютно ушел с этого мира. Теперь для того, чтобы исправить это все, дорогие друзья, нам было дано 606 тысяч лет, чтобы исправить один грех Адамаришуна. Можем себе представить? Один человек, Адамаришун согрешил, чтобы исправить, чтобы вернуть, чтобы было исправление, помыть этот грех с этого мира. Есть граница этому всему, которая есть 600, 6 тысяч лет. Это что-то колоссально. Подумаем, да, чтобы исправить этот мир. Это что? Одна минута именно наслаждения стоила человечеству 6 тысяч лет, чтобы исправить вот этот грех. Теперь. И в этом, в принципе, то, что мы живем сегодняшний день, мы уже находимся уже перед концом этой времени. И это время, мы хотим или не хотим, это время придет anyway. Вопрос, кто будет участвовать в этом? Насчет нашей темы о не приходе Машиеха, а чуть-чуть, как бы, начало именно всего этого. Тем, что Адамаришон, дорогие друзья, согрешил этот грех, Адамаришон, написано про него, то, что в Адамаришоне были все еврейские души. Все души. Все души были там. В общем, не зайдем, откуда приходят еврейские души, нееврейские души, это не наша тема. Еврейские души были в Адамаришоне. И сегодняшний день то, что мы живем, это мы все в принципе души Адамаришона. Хотим или не хотим. Теперь, мы приходим в этом мире и у нас есть задача исправить именно вот этот грех. Те греха, те грехи, которые делал Адамаришон. Те греха, которые делал на самом деле Адамаришон. В каждом из нас здесь живем, мы исправляем в принципе у нас есть задача, мы все в принципе Адамаришон, одно целое, и мы исправляем именно вот этот корень, именно грех, который был тогда. Для этого нам было дано Тора, заповеди, соблюдение Митцвод и так далее. И это в принципе в глубине, в глубине, в глубине, если засмотримся, так как наши каббалисты, наши мудрецы объясняют это. Раба Шахаим Люцату, объясняют это Ария Кадош, объясняют это Хасадли Абрагам, дедушка Хида, раби Абрама Зулай и так далее, и так далее. Это с того всего, то, что мы знали, что мы вообще тут вообще делаем. Мы исправляем этот первозначальный именно грех. И дополнительно может быть скажем еще один большинный дел, который говорят уже наши каббалисты. И тоже при этом с этим грехом тоже связан тот факт, что еврейский народ оно повсюду, по всему абсурдному миру. Почему? Потому что при разрушении, при грехе до Моришуна, была его душа, как бы на сколько раскололся, как бы его душа, то, что искры его души были по всему абсурдному миру. И задача еврейского народа пойти и собрать вот эти искры. И поскольку эти искры они находятся они везде. И где есть, туда творец своими руками направляет евреев. Находим есть места, которыми нет. В Северном полюсе нет там еврейских. Ниже нету. И с определенных места, которые мы находим, тоже исторические, если посмотрим, евреи находятся там долго-долго время и одним махом уходят они все. Нет там никого. потому что у еврейского народа есть задача находясь в этом месте. Мы не можем, мы не контролируем наследу пилососа, который собирает это все. Мы не знаем это все духовно, как это происходит. Но находясь в этом месте мы собираем эти духовные искры и мы собираем в буквальном смысле и возвращаем в то место, где это должно было быть. И когда мы закончили нашу задачу, мы возвращаемся в свое место. Мы возвращаемся уже в другую задачу, возвращаемся в Израиль и так далее. Или еврейского народа там уже нет. Это мы находим везде, в многих местах, в Грузии, где я родился, в Ахатсихе. Одним махом буквально за считанные годы нету ни одного, не осталось никого абсолютно. И так мы знаем много-много городов, которые так и есть. Поскольку еврейство было в Египте, еврейство в Ираке, поскольку еврейство было в Йемене. Одним махом, одним махом, задача закончилась. Если мы где-то находимся, это не просто так. Мы оказались в Германии, мы оказались в Австрии, мы оказались в этом. Есть задача Улашема, есть задача, определенная, которую только ты можешь в этом месте исправить. Через заповеди, через изучение Торы, есть определенные вещи, которые должны здесь исправиться. Человек оказался в каком-то месте, не знаю, там, в тюрьме или куда-то, или, не дай бог, какой-то... Думаешь, просто так? Просто так евреям ничего не происходит. Теперь, что происходит? Что мы собираем эти вещи? Говорит нам Урахаем Акадо, что если бы еврейский народ был бы на таком гигантском уровне, чтобы мы могли бы заниматься Торой и соблюдением заповедей на таком гигантском уровне, который мне полагается, мы могли бы находиться в Израиле и оттуда собрать всех этих духовных сил. Но поскольку мы не находимся на таком уровне, мы есть на самом деле везде, чтобы собрать этих вещей. Опять-таки, наша реальность сегодняшняя, опять-таки, связана с Адаморишевым. Теперь, с первым грехом, дорогие друзья, Адаморишевна, как мы уже сказали, пришел невероятно большое зло в этом мире. Человек именно перемешался уже зло во него. Духовные миры абсолютно смешались. И наши любые действия, которые мы делаем, как мы уже сказали, как оно смешано со злом и с добром. И как весь мир абсолютно загрязнился, и все, и мы знаем, видим это зло, как именно сегодняшний день, настолько он сильный. И как именно зло управляет, нужно быть очень осторожным, что мы в виду управляем, но сегодняшний день ему дано на самом деле вводить именно этот мир и быть именно влиятельным в этом мире. И истина на самом деле скрывается в этом мире. Но это все временно. Это все временно. Это есть именно приход Мешьяха, когда это все абсолютно возобновится. Но мы знаем, потому что мы видим это зло на самом деле на его в этом мире. К этому абсолютно есть свои причины тоже, свои смыслы, почему и так далее. Но это не наша тема сегодня. Теперь. После того, как Адаморишевна сокращил этот грех, говорится то, что в этом грехе, который Адаморишев сделал, были определенные особенные, особенные, как бы основные греха, которые были в грехе Адаморишевна. И вот эти основные грехи, которые были в Адаморишевна, должны были человечество исправить, который прошел после Адаморишевна. Дети Адаморишевна, внуки, правнуки. Дорогие друзья, люди жили тогда 600, 700, 900 лет. Всем этим людям были, что, просто так? Они рожались так и великанами, так и этот. Просто так? Нет. У них была задача. В чем была их задача? Исправить этот грех. Исправить этот грех через самоисправление. Когда человек ведет себя хорошо, когда человек ведет по путям Творца, опять-таки исправляет то, что Адаморишев не делал правильно. И этим мы опять-таки приближаем, что? Мы приближаем тот реальность, который творить желает в этом мире. А именно приход Машеевна. Чтобы зло ушло с этого мира. Чтобы уничтожать этот мир. Чтобы очистился человечество. Чтобы очистились мы. Теперь. Эта задача была, в принципе, на всех людей. У Адама был ребенок Хеве, Кайн, Шет. Не знаю потом Хе. Кайн убивает Хевеля. И размножаются многочисленные, много людей. Рождаются в этом мире. И всех была, на самом деле, эта задача. Но что? Мы уже знаем, как первое поколение, и потом после Дур-Энуш, как они плохо вели себя, делали идолов, бунтовали против Творца. Произошло то, что большое наводнение, так как океаны поднялись, и треть человечества стерло с обсердной земли. Потом было Мабур, потом было поколение Нуаха, когда было наводнение, когда весь человечество стерло с земли. Осталось Нуах со своими детьми. И потом, до Рафлага, приходит уже Вавилонская башня. До Вавилонской башни, дорогие друзья, человечеству была задача исправить этот мир. И каждому было дано на самом деле эта сила, это, грубо говоря, как Ромаш Хабблица вот это описывает, это были, грубо говоря, основные именно деревья, основные именно корни, откуда именно эти люди должны были именно исправить эти вещи. И потом оттуда должны были именно вырастить разные именно ветки, разные именно их дети, которые уже должны были пойти именно дальше. Этим была задача исправить именно человечество. Но что? Как мы знаем, во время поколения Дора Флага, во время поколения Вавилонской башни, весь человечество, кроме того, что Тора описывает, Ашур, который пошел, не хотел с ним быть, и Авраама Вину, все хотели бунтовать против Творца. Все хотели бунт против Творца, они хотели отрицать Творца, отделе идолов, они хотели пойти все против Творца. Мы уже в прошлом уроке сказали, как Творец спустился и 70 разных народов он разделил на 70 разных народов из человечества, дал им 70 разных ангелов, и тут происходит очень особенный момент, то, что связано с Авраам Вину и тоже с, конечно же, потом уже для всего еврейского народа. до этого момента дается человечеству момент и возможность как бы исправиться, но человечество этого не делает. Нету, никто, абсолютно нету. Нету. Но что? Есть поколение Шета, который был тоже ребенком, один из сыновей Адама Решона, то, что через Шет есть определенные особенные люди, которые были праведниками. Шет был Ханох, был Ноах, Шем, Эвер, потом его дети. Всегда в этом человечестве, всегда в этом мире, дорогие друзья, были особенные праведники. И эти праведники настолько были важны, то, что настолько было сильнее грехи, сильно так многим на грехов было, то, что благодаря вот этих праведников вообще мир дальше именно стоял. Как объясняют, что мы говорим, это было, на что Шена мог вообще опираться, на где вообще мог вообще быть в этом мире. А то должен был уничтожен этот мир, если нету цадыка, если нету праведника, на котором может что-то держаться, было бы абсолютно все уничтожено. Получается, человечеству было дано сила всем людям влиять на все, весь абсолютно реальность, на все духовные миры. Что я имею в виду? Наши действия, дорогие друзья, это не только действия, которые мы делаем банально, ну, какую-то вещь, там, вот, мы соблюдали Шаббат, мы делали Кидуш, мы делаем Тфилин и этот. Наши действия, дорогие друзья, кроме нашего материального вещи, которые мы видим, наша реальность, реальность наша не заканчивается на то, что наши глаза видят в зеркало. Наша реальность, наша душа, она связана с десятками тысяч духовных сил, где наша душа тоже не заканчивается на том месте, той части человеческой, которая у нас есть. Наши души, еще еврейские души, они состоятся из пять разных частей. И всего лишь две из них, они живут в нас. И все остальные, они верховных духовных миров. нефеш, руах, нефеш, руах, нешама, хая, ехида, нефеш и руах, они живут в нас. Нешама, оно, как, михафефетарарош, оно, как бы, над головой есть, над нами, но оно не живет полностью именно в человеке. Нефеш, руах, хая, ехида, они духовные силы, которые идут бесконечности и бесконечности. И наши действия, когда мы делаем здесь определенные вещи, они влияют полностью на весь абсолютно эти духовные миры. Эти духовные миры, что это такое, которые, как бумераг, потом отражаются в этом мире. Грубо говоря, если мы делаем что-то доброе дело, это мы не влияем только на нас, и мы не влияем на то, что люди посмотрят на тебя и скажут, о, Сара, молодец, ты сегодня так удала, и молодец, я тоже дам. Это Беводай, кроме этого, то, что ты сейчас так удал, ты не знаешь, как ты себя в духовном мире, что ты вообще там натворил, какой у тебя схуё там тебя ждёт, как ты сейчас можешь спасать какого-то еврея, который сейчас попал в аварии, благодаря твоей цитаке может чудеса произойти. Благодаря твоей цитаке, благодаря твоему митву, которую ты сейчас делаешь, меняются миры в позитивном именно смысле, которые есть отражение в конечном итоге в этом мире. Кубер говорит, весь мир, в котором мы сегодня живём, это только может быть только после того, как в духовных миров произошло что-то. И мы можем только именно влиять на всё это. Люди. Из-за этого люди, которые уходят с этого мира, люди приходят на your side, вспоминаем их души. Что мы вспоминаем? Потому что мы знаем, что они живые. Предки наши, они живые. Духовные, их души, они живые. Мы вспоминаем их, но они не могут наверху ничего уже делать. Что они можем делать? Мы можем отсюда влясть на наших дедушек, прадедушек и так далее. Нашими действиями это из гигантской силы, которая человеку, живущему человеку есть в этом мире. Теперь смотрите, дорогие друзья, описывается в наших святых книгах, и это всё основано на Кабале, то, что все эти поколения, как они могли привести человечество до такого момента, что они могли уничтожать мир, в буквальном смысле. Поколения, но, дорогие друзья, их действия настолько были плохие, они повлияли на весь мир настолько, что был уже смерть. Это приводит до такого момента по управлению Творца, как он управляет этот мир. такое поведение, зло, злодей, злодейство, это всё, это конец уже. Это приводит человеку, как человек, не знаю, там, занимается плохими вещами, и эта вещь вредит человеческому телу. В конечном итоге человек просто всё, тело уже не выдерживает. То же самое этот мир, есть правитель этого мира, который есть определенные правила в этом мире, которые он поставил, до определенных вещей, это уже конец. Теперь, это было возможно, чтобы человечество привез до такого момента, и что они могли привезти таких колоссальных, просто катастрофических именно вещей, как наводнение, или как дурамабуль, и третий этаповина поднялся, только потому, что они были в состоянии повлиять на все эти духовные миры. На все эти духовные миры. Только из-за этого. Только из-за этого они были в состоянии этого делать. Но это всё закончилось в этим прекрасным моментом. Да, они могли влиять и в поколение Адама, и в поколение Каина, и Хевеля, и в поколение Шета, и они могли влиять тысячи, тысячи пятьсот лет, они могли это влиять. В поколение Ноаха, и в поколение Нимрода, они все могли влиять, дорогие друзья. И как мы уже сказали, была задача, которой всему была дана, эта сила, что они могут влиять на этот мир. Но поколение Нимрода, когда произошло в Бавилонской башне, и человечество разделился на семьдесят разных народов, в этот прекрасный момент закрылось у всех двери быть особенно связанной с Творцом. Значит, то линия, которой Творец хотел в этом мире, чтобы у человека в этом мире живущем, он мог бы влиять на что-то, на какие-то духовные вещи, что он может влиять на мир, что он может что-то поменять, что через его действия Творец управляет этот мир. Мы партнеры в правительстве Творца в этом мире, и от Творца есть особенный надзор над человеком в этом мире, это все потерял человечество. И на это произошло так, что они разделились на все семьдесят разных народов, которых есть семьдесят разных ангелов. И эти ангелы получают свои силы от Творца, и они влияют на все эти семьдесят разных народов. И на это закончилось. И они потеряли тот основной цель, ради чего Творец хочет этот мир привести. Это было у всех этот шанс, но весь человечество потерял эту реальность, потерял вот это все возможности, закрылись двери у всех абсолютно. Язык, который, через чего был сотворен этот мир, Лашон Акодеш, для всех абсолютно закрылся, никто уже не разговаривает на Лашон Акодеше. Никто абсолютно не разговаривает, дорогие друзья, на Лашон Акодеше. И это был язык, который все абсолютно разговаривали на этом. И они все могли через этот язык влезть на все, но в этот прекрасный момент все абсолютно закрылся. Кроме нашего прадца Абрама Вину. Творец увидел то, что есть в этом мире подходящий человек, который может цель всей творения нести за собой. Цель всей творения нести за собой. И ему полагается эта гигантская задача, эта гигантская ответственность ему и ему наследникам. Абрама Вину в этот момент говорит на пирке о пирке дараблезер, на него упала жреби, что он будет, он подходящий, он есть подходящий тот, кто будет дальше продолжать тот центровой язык, который весь человечество разговаривал. Через какой язык мы можем влиять на все абсолютно. Когда евреи открывают дорогие друзья Сидур или Тегелим и читают Аша Йошве Бетеха Од Йолу Хасела Барух Хата Хашем Что вы думаете? Это прекрасные слова, которые говорят благословлен ты творец и это до сюда. Дорогие друзья, в Лашона Кодеш, если бы знали какая сила есть в него, только чисто слово, когда мы произносим на Лашона Кодеше, это уже рвет все абсолютно небеса, небосводы, все абсолютно наверху. только влияет абсолютно на реальность полностью вокруг нас. Именно Лашона Кодеш у кого есть еврейского народа, у детей Авраама Вину. Потому что тот цель, которая происходила от Адама Ришона, то что должен быть исправлен быть от Адама Ришона проходит насквозь всей поколении 1948 лет. После творения мира рождается Авраама Вину ему 40 лет, когда он осознает творца и в его же поколение происходит весь Вавилонский башня. Все происходит в его время. Он видел Нимруда, Нимруда его поставил, кинул в горячую печку и творец избрал его и он сказал Авраам когда ему было 75 лет и когда еще заметили несколько раз уже повторю в наших ружурах Авраама Вину когда его кинули в печку он вообще не знал что произойдет им чудо из-за его уверенности 100% что есть творец в этом мире и не полагается чтобы человек поклонялся кому-то другому какому-то идолу каким-то другим силам он пошел полностью уверенно туда не знает что он умрет а он умрет он был готов на это отдавать свою душу ради творца и только после этого творец с ним говорит Авраам иди с этого места только после всех этих вещей которые Авраам отдал весь своей жизни ходил и рассказывал всем о единстве творца и так далее в тот момент в котором вообще никто ничего не все забыли что есть творец в этом мире вообще все забыли что есть творец из всех таких многих идолов то что они делали посмотрите в прошлом году наш урок про эти недели главы что мы сказали тщательно как рамбам описывая все эти вещи теперь дорогие друзья Авраам вину есть основной фрукт который есть именно в этом мире через кого происходит надзор творца над кого есть надзор творца через него происходит смысл в этом мире через кого есть избранность и той цели для чего вообще мир существует и к чему мир должен прийти сейчас на этом моменте дорогие друзья мы сейчас увидим невероятно большие вещи что произошло с Авраам вину и с еврейским народом и вообще что мы вообще тут делаем в нашей реальности в нашем мире как будущем на дети Авраама вину мы находим невероятно большие вещи которые описывают наши мудрецы Митрашим в Торе это в принципе дается на этот намек и мы сейчас увидим невероятно большой не знаю для меня это был революционный мудрец который я видел я помню первый раз дорогие друзья когда творец сотворяет Адама Ришина и после того написано то что творец делал одежду Адама Ришина Адама Ришина что это было за одежда кто-то знает как выглядела как выглядела в принципе эта одежда что это было что это было что это за одежда написано дорогие друзья в Митра Шраба то что есть много мнений в принципе что это было и с чего это было эта одежда но говорят еще мудрецы то что эта одежда была особенная одежда которая она выглядела как можно сказать на нашем языке как какой-то плащ который был наверху узким и внизу он был широким это была та особенная одежда которую творец делал для Адама Ришона после греха и тут говорит нам Митра Шраба следующий момент эта одежда которую Адама Ришон получил в круг дели именно творца говорит нам Митра Шраба что эта одежда была мы зайдем что это значит у пахен хаю бехорот миштамшин в этой особенной одежды которой Адама Ришон получила творца в этой одежде бехорин первенцы служили творца а именно значит первенцы они привозили жертвоприношение ради творца слышали такую вещь одежда Адама Ришона и только Адама Ришон и остальные поколения в этом одежде приносили они жертвоприношения и давайте сейчас посмотрим о каком жертвоприношении идет речь Адама Ришон жертвоприношения пехорот кто принесет дорогие друзья жертвоприношения в Торе мы знаем что левиты они были избраны уже позже когда после выхода из Египта сказали что есть храм в храм вы должны привезти жертвоприношения и так далее но мы встречаем в Торе то что Ноах привозит жертвоприношения в прошлой неделе главе Аврам приводит жертвоприношения просто так приводит жертвоприношения нам кажется что это просто так но сейчас увидим что это не просто так но жертвоприношения как такова как бы как то мы знаем то что наши всех понятия в основном это было что КОХЭН да это было в храме и так далее давайте посмотрим Мидрош что говорит нам в действительности было это так или нет здесь оно было так или нет говорится Мидрош Раба Бамидбараба то что почему Творец на самом деле заповедовал то что искупить первенцев первенцев как мы знаем человек рождается первый сын нужно его искупить выкупить искупить извините а выкупить его от КОИНА почему это так потому что изначально говорит на Мидрош Бехорим первенцы они были те которые служили Творцам первенцы они те которые должны были пойти в храме и там служить и это было поколениями так от какого поколения начиная от Адама Ришона с первого человека дорогие друзья с первого человека до того момента пока не пришел колено Леви так как мы изучаем то что после этого как им был грех с золотым тельцом и так далее и после этого были избраны Левиты а именно потом Куани они те которые будут служить в храме те которые будут принести жертвоприношение Творцу теперь говорит нам Мидраш знай что первенцы они привозили жертвоприношение до того как стал принц в этом мире колено Леви Левитов и который из Левитов произошел тоже Куани возьмем это сотворение мира дорогие друзья мы должны себе представить то то что еврейский народ делает в храме корень всего этого идет с сотворением мира сотворением мира это не вещь которую мы говорим ой сейчас евреи вы сейчас должны делать и так далее мы выйдем тут невероятную вещь посмотрите что пишет Мидраш Адам Арешон первый человек он был первенцем он был первенцем этого мира и он перевоз жертвоприношение как написано в Тейлин в Тейлин в Тейлим в Тейлим в Тейлим в Тейлим в Тейлим 69-й 32-й пасук Адам Арешон был первым который перевоз жертвоприношение что он делал что он делал надел одежда коэна он надел во время того как он привел жертвоприношение так как в храме одевал наш коэн он тоже одевал ту одежду которую твари делали для него ту особенную одежду одевал он и это был бигдешевах это был особенными воспаленными одеждами и в этом одежде одевались все бехорим все первенцы одевались в этих одеждах после того как умер Адама Арешон первый человек он передал эту одежду своему сыну Шету как мы знаем от Шета все весь Ноах и так далее весь еврейский народ все абсолютно идет оттуда получается Адам Каинам уже сказали все умерли идет Шет Шета идет Ноах Ноаха есть сын потом 10 поколений от Ноаха буквально в смысле от сына идет от театин на театин до Авраама Вину да от Ноаха есть мы знаем трое детей Шем Хами Ефет от Шема идет от Авраама Вину да идем сейчас дальше до Ноаха получается у Адама есть сын Шет не Каин Каину он не дает он берет Шета Шет берет он передает эту одежду Шету Шет передал эту одежду Метушеллаху когда умер Метушеллах передал он эту одежду Нуаху и написано при Гедрабелезер Нуах взял это с собой в ковчег Амад Нуах встал Нуах и привел жертвоприношения так мы знаем в Айках Микола как мы знаем от всех кошерных животных он должен был бы взять семь именно животных которые он понял в конце что для чего оттворить ему да сказал значит нужно было привести жертвоприношение и он встал в прошлый день и привел жертвоприношение скончался и что мы знали жертвоприношение это не просто так привести жертвоприношение в этом есть невероятно большие именно садо невероятно большие секреты большие каббалистические именно секреты которые у него есть может быть блендер время что позволит скажем пару слов но что мы знали речь идет о том что Рамбан пишет то что Нуах достиг того именно смысла что Корбанут на самом деле делает что жертвоприношение в принципе делает это не просто так человек привести жертвоприношение человек жертвоприношение у людей которые приносили у них были такие именно намерения то что они могли влиять на все абсолютно миры на поколения и поколениями и дальше дорогие друзья то что Нуах привез жертвоприношение мы живем благодаря этого до сегодняшней войне и Творец не уничтожает мир что мы поняли что такое жертвоприношение после жертвоприношения говорит Творец ох сейчас я больше не уничтожаю мы представляем что за сила просто жертвоприношение и это не было такого Нуаха люди мы сейчас даже Это были гигантские секреты о творении мира, о замыслах, которые человек делал во время жертвоприношения и влиял на все абсолютно миры. Скончался на новых дорогах, передал своему сыну Шэму. И потом идет, что разве что Шэм был именно пехор и так далее. Но что Шэм, он был именно тот именно особенный, который был избран для этого богослужения. Да? Теперь. Написано на второе, дорогие друзья, Шэм это уже поколение Авраама Вину. Поколение Авраама Вину. У Шэма, значит, есть эта одежда. И написано в Торе, уже в нашей неделе главы Парашет Лехлаха, то что после того, как происходит эта война этих королей, то после того, как Авраама Вину выиграл эту войну, написано следующее вещь. И Малкицеде, король Шалема, вытащил хлеб и вино, и он ест Коэн. Коэн? Для творца. Коэн? Для творца? Какой Коэн? Коэн был только охрана Коэн. Тысячи лет спустя приблизительно. Тысячи, а пятьсот лет спустя. Коэн? Во время Авраама Вину, дорогие друзья. И речь идет о Шэме. Шэм говорится, дорогие друзья, то что он был в Иерусалиме. И описывается нам Митраш. Митраш говорит, в другом Митраше написано. Здесь сейчас прочитаю то, что АДАМАиш, э, э, эм, э, э, как ее зовут? Шэм на самом деле он передал, вот щас нашел, то что этот хлеб и вино, которое он выдан, он вытащило для Абрама Вину, он был коином. И что он делал? Он передал секреты и законы коинства, коин готовства, хилхот кеуна кдола гилало. Он раскрыл Авраама вину, законы коинства. И хлеб, который ему дал, это был лихем апаним, это был хлеб, который был тоже в храме, лихем апаним, который назывался, который был в кодэш, который мы знаем, в кодэше находился, с правой стороны был лихем апаним, хлеб, который приносили каждые недели и свежий остался с недели на недели. И вино, которое он вытащил его, это было ханесахим. Это был тоже вид жертвоприношения, который нужно было привести. И это то, что в принципе Торе написано. Он передал все эти секреты Авраама вину. Несмотря на то, что он не был его сыном, он был его как бы пра-пра-пра, ну как бы правнуком и так далее, но он понял то, что сейчас это все передается уже через Авраама вину. Через Авраама вину. Значит он передал бехорство, он передал именно свое первенство, он передал эту работу, которую он получил. Поколение, поколение всегда были люди, которые приносили даже это приношение. И на этом именно стояло. И он передал сейчас вот эту одежду, как мы сейчас скажем, тоже в другом Медраше. Передал это Авраама вину. Мет шем, месар али Авраам. Шем, когда скончался, передал эту одежду Авраама вину. И потом написано то, что Авраама вину разве что он был бехором, он был первенцем. Нет. Но именно тот сын, тот ребенок, который именно занимался этим особенной работой, были особенной всегда именно людей, которые получали вот этот статус именно первенства. Когда Авраама вину скончался, передал это Ицхаку. И стал Ицхак, передал эту одежду Якову. И так далее. И это то, что Якова вину хотел взять от Эсова. Что он хотел? Продавать первенство. Продавай мне свое первенство. Говорит Дмитриш нам то, что Эс от Якова вину смотрел то, что Эсов ведет тебя таким плохим образом, разве что полагается тебе быть коином в этом мире, быть коином для творца в этом мире. И это то, что он хотел взять коинство, чтобы он дал ему вот эту одежду. Чтобы он дал, потому что тот, у кого есть эта одежда, он есть тот, кто служит творца. И он есть коин в этом мире. И он с первенцем именно в этом мире. И дальше Митроша как бы продолжает про Эсова и так далее. И дальше как бы передается это. Другой Митроша написано, когда Якова вину скончался, передал это своему сыну Йосифу. Это один из подарков, то, что Якова вину подарил Йосифу. Дорогие друзья, это невероятная вещь. Мы видим, продолжается то, что тоже самое КТОНЕТ, которое написано в Торе. Опять-таки коины получают, именно в Торе уже получают они тоже именно вот эти одежды. Они получают тоже вот эти одежды. Кроме всех этих вещей, о которых я сейчас сказал, про одежды именно коинов, и то, что были именно избраны вот этого как бы народу, который идет как цепочка, идет. К этому всему есть еще дополнительный момент, который заключается тоже во всем этом. И это раскрывает нам Пиргид Рабелезер. И это все, в принципе, все как одна большая хавиля. Это все абсолютно связано тоже вместе со всеми этими делами. Кроме всего этого, Творец раскрыл Адама. Адама решил первому человеку секреты, как система Луны работает. В сегодняшний день у нас есть много знаний, как астроном нас там раскрывает уже тысячи, тысячи пятьсот, две тысячи, три тысячи лет тому назад люди уже большие астрономы именно смотрели и изучали и так далее. Но были большие секреты, которые называются сода и бур, которые называются секрет и бура, а именно тринадцатого месяца, когда есть месяц, когда год, когда он, тринадцатый месяц, когда не тринадцатый месяц. И как эта вся эта система, в принципе, работает, который вместе с Рамомом, в принципе, пишет про этих законов, как мы это делаем и так далее, и так далее. Но было особенное знание, особенный секрет, который Творец раскрыл Адама Ришану. Который, это секрет, передавался опять-таки в поколение, в поколение с этими одеждами и с коинством вместе. И точно так же передавался, как мы уже сказали, с этими одеждами. Адам передал шет, ушет, передал ноах, ноах и так далее. До Абрама Вину. Это дошел до Йосифа Цадык. Это все секреты. И этих секретах, это была настолько секретная вещь, что люди только рассказывали и раскрывали только избранным людям. И только избранные люди могли знать это все. И эти секреты были для того, чтобы потом делать именно вот этот тринадцатый месяц. Это не просто вещь. Это опять-таки заложено в него большие именно смыслы, большие каббалистические вещи, большие секреты, которые тут наши мудрецы описывают. Вкратце то, что мы знали. Тут есть очень-очень большие именно секреты, что это такое. Это связано с приходом Ашиах. Это связано с единственным еврейским народом. И это то, что борются именно многие народы. То, что у нас есть тринадцать месяцев. Там уже мы с нами выше, чем натура. Много-много смысла во всем, а все равно во всем этом. Но что? В Египте забыли на самом деле вот этот секрет про освящение тринадцатого месяца. Как это делать, как это работает, все эти секреты. И Творец опять раскрыл первый заповедь, который еврейский народ получил уже в Египте. Опять-таки вот эта заповедь. Этот месяц, месяц Ниссан, это есть ваш месяц. И раскрывает Мошер Абену секрет Содайбур, который был запят в Египте. Который был передан от Адама Ришона до Йосефа. Поколение, поколение без остановки. И опять раскрывает ему. И опять еврейский народ знает. Знает во время первого храма, знает во время второго храма. И это произошло на самом деле только в Израиле и в Хусраилце это не было. Это большая-большая вещь, которая тут написана. И после какого-то момента, после уже голодка-то начался. Записали на самом деле наш календарь, уже не было. Это освящение месяцев через свидетелей. И Ебур Ахотыш тоже мы забыли. И Пиркедраблезер, который был поколением во время разрушения храма. Он уже пишет нам, точно так же, как в Египте забыл еврейский народ. Как как мы забыли еврейский народ. И Бур Ахотыш, когда мы вышли. Который, дорогие друзья, речь идет о Пиркедраблезер жил. Это был Рэб Рэб Кивы. Его учитель Бараб Йоханан, который был во время разрушения там. И еще делали Ибур Ахотыш и все это было. Но пишет уже нам. Пиркедраблезер, Рабелезер, который был в Нурканус. То, что точно так же в будущем времени еврейский народ забудет Айбур Ахотыш. И когда придет Машиях, мы опять узнаем, опять раскроется этот секрет. Мы опять будем делать те вещи, которые творение этого мира. А Дамар и Шон делал это. И наши все абсолютно предки. И все эти вещи объясняют наши мудрецы. И все это связано вместе. Я не знаю, в чем секрет. Во всех этих вещах. Опять-таки, как бы, смысл и Бур Ахотыш, и одежда, и так далее. Говорят только то, что это большие именно секреты, которые в этом ПВД заключаются. Теперь. Опять возвращаемся сейчас чуть-чуть в Дора Плага. Возвращаемся в поколение Бавилонской башни. Дорогие друзья, поколение Бавилонской башни. Произошло как раз таки вот это разделение. То, что только Аврагама Вину, он продолжает эту линию, которая есть цель всей абсолютно творения. И это задача всего еврейского народа, которой мы являемся детьми Аврагама Вины. Мы задаемся себе вопросом, почему Творца есть особенные отношения к нам. Именно из-за этого. Когда человек берет электричество, которое испорчено внутри, и ставит это в штепцель, что он говорит? Что он говорит? Это и рубилик упал, и все электричества именно испортились. Что-то человек говорит, ой, я не знаю, что это электричество, ой, я не знаю, что это испорчено. Да, ты можешь и не знать, но это так работает. Это то, что там и есть. Это из насущность. Дорогие друзья, объясняют наши каббалисты, все наши три праотца, Аврагам и Цахьяков, исправили все основные грехи Адама Ришона. Первый грех, который был, это что? Это был идолоплоконство. Идолоплоконство Адама Ришона? Да, дорогие друзья? Наши мудрецы Адама Ришона называют вероотступником. Вы понимаете, представляем себе? Вероотступником Адама Ришона человек, который видел Творца, разговаривает с ним вместе, не видел, но разговаривал с ним вместе, творение Творца, вероотступника. Да, потому что, когда приходит ему змей и говорит, змея говорит, что кушай отсюда, потому что ты покушаешь, и Творец покушал на самом деле с этого дерева, и он стал такой, как великий, как аль. Ты тоже покушаешь, будешь как он. Ты кушаешь с этого. Значит, ты веришь ему, значит, он был прав. Отрицание Творца. Авудазара. Приходит Авраам Авину и за Авудазары отдает свою душу, дорогие друзья. Описывает наши каббалисты то, что Авраам Авину исправил большинство греха, греха, который сделал Адама Ришон. Большинство греха Авудазары и долбоконства было исправлено от Авраама Авину, нашего праотца. Следующий момент, дорогие друзья. Ицхака Авину Алабашону. Ицхака Авину исправил грех смерти. Адама Ришон тем, что он покушал с этого дерева, пришел смерть в этом мире. Он не кушал бы, мы были бы вечными. Что он сделал? Он отдал свою душу, встал на алтарь ради Творца, потому что Творец этого хочет. Он отдал свою душу. Большинство греха смерти, которые привез в этом мире, Адама Ришон, и было исправлено через Ицхака. И Акова Вину, он исправил грех. Разврата. В грехе Адама Ришона тоже был грех на разврата. И Акова Вину исправил чем? Акова Вину исправил то, что полноценная, абсолютно его кровать, говорит, полноценная, полноценная, полноценная дети вышли. Адама Ришона тоже связана другую вещь, то, что был тоже дополнительный грех у Адама Ришона, тоже связан с другими вещами. И из-за этого у Абрама Вину рождается Ишмаэль, который клепа, который как недостаток, плохую вещь. Это отдельный, приходит основной фрукт. Это Ицхак. Потом рождается Ицхака. Эсав и Аков. Эсав это отход. И остается потом основной фрукт, как в фрукте, да, именно кожура. И фрукт основной, основной это Яков. И Яков рождает уже полноценных, абсолютно детей. Основные грехи, этих трех именно основных грехов были исправлены. Но мы продолжаем это дальше. И еще связано с этим, то, что Адама Ришона пришел в этих трех, эти основные души были в Гельгуллим, у Авраама и Цеха, у Якова. Душа Адама Ришона, большинство части его было в Авраама и Цеха, Якова, которые исправили все эти три именно греха. Но все-таки, потом было тоже это связано с тем, почему мы были в Египте. Это было тоже именно связано с этим, то, что очистить именно себе еврейский народ от греха Адама Ришона, опять-таки. И потом мы стали до такого момента, дорогие друзья, во время дарования Торы мы дошли от Адама Ришона до греха. После того, как мы были очищены в Египте, еврейский народ достиг уровень Адама Ришона до греха. Вы же себе представите? И пришел этот грех Золотого Тельца, и мы вернулись, опять-таки, Адам Ришон после греха. Опять-таки, возвращается в нас зло. Опять-таки, мы стоим сейчас исправить вот этот грех. И это есть, дорогие друзья, наша судьба, наша реальность, то, что мы есть. Мы имеем дело не простыми именно делами, дорогие друзья. Еврей его, каждый вдох и выдох, его движение, его, все, влияет на миры, влияет на все, на него есть задача особенная. Из-за этого, да, может быть, другие народы не должны пойти каждый день три раза на молитву, а евреи, да. Может быть, у них нету столько заповедей, а у нас, да. Потому что у нас есть другие, у нас другая задача в этом мире. Из-за этого, когда кто-то приходит, Беводай, Творец не закрыл, дверь всем абсолютно, которые говорят, все, больше никто не может быть именно в связи со мной, который есть в будущем, в приходе Машеха, воскрешение мертвых, жизнь после смерти, канеды, и все, и все, всех этих вещей. Жизнь после смерти у всех есть, но вопрос, кто где идет, да. Да, но может человек прийти, чем то, что придет человек в еврейство, делает гиу по закону, может человек прийти в этом. Но, дорогие друзья, когда человек приходит прививать еврейство, мы не говорим, иди приходи, мы не миссионеры. Потому что у тебя нету, это задача. Задача есть детей, Аврамовину, особенная задача. И чем больше мы справляем, чем больше мы делаем, тем больше мы делаем то, что дети Аврамовину должны делать, то, что есть наша задача, чем мы делаем ради нас хорошо, тем больше мы делаем ради этого мира, ради цели этого мира, чтобы приближать больше приходу Машеха в этом мире и справить этим же на грех Адаму Решима. Как? Наш любое действие, дорогие друзья, мы делаем иштахавая, мы стоим алену лешабех и поклоняемся Ашему. Мы знаем, что мы делаем с этого? Исправляем буквально в связи с грех Адаму Решима. Адаму Решима не поклоняется перед Ашемом. Он не хотел, он хотел быть в высокой мере, так как именно Анахаш. А мы делаем против всего этого, мы поклоняемся перед Ашемом. Мы соблюдаем семейные связи, это и есть именно исправление. Человек идет и подготавливается для шабата, у него идет пот и так далее. Это исправляет все, дорогие друзья. Мы думаем, любое движение еврея, любое, что же с ним происходит, все это тикуним, исправление, гигантские вещи, то, что происходит с нами. Мне кажется, сейчас говорили о чрезмерно высокой именно материи и большой именно вещи, и большей именно каббала, но иногда это на самом деле один раз вы, можно об этом именно говорить, и это дает такой большей именно силы, такой большей именно гордость и вообще понимать, что мы вообще тут делаем. Что мы вообще тут, тут что за задача.